По отношению к той ситуации, что сложилось в отношении балкарцев, мы видим три нарушения. Во-первых, грубо нарушен закон о местном самоуправлении. Без воли и изъявления граждан ликвидирован орган местного самоуправления, ликвидировано поселение, и таким образом можно уничтожить любое поселение на территории Российской Федерации. Это первое нарушение. Второе нарушение – это нарушаются права целого народа. Балкарцы – небольшой народ, у них небольшая земля, и они сотни тысяч лет живут на этой земле. Эта земля полита кровью и потом их предков, в этой земле покоятся их предки. Поэтому, конечно, проявлять такое неуважение к народу, забирать их традиционные земли, ликвидировать их традиционные селения, это значит вообще просто плевать в лицо и балкарцам, и всем другим народам России. Просто любой народ может, завтра, скажем, американцы придут, скажем, русским, что, ребят, подвиньтесь, да, там, или тем кабардинцам кто-нибудь скажет, подвиньтесь. Такое отношение к народу, в принципе, недопустимо. Ну и третья проблема – это, конечно, проблема засилья большого народа по отношению к маленькому. Такого рода ситуации недопустимо, потому что если любой большой народ будет считать, что он может по отношению к более немногочисленному народу позволять себе произвол, такого рода позиция, она чревата противостоянием, ну и, к сожалению, может привести к силовым столкновениям. Для России такого рода, скажем, силовые столкновения – это просто развал страны. Страна превратится в много-много маленьких анклавов, где ни один человек не будет себя чувствовать ни счастливым, ни в безопасности.